Веранда Веранда была чистая, и воспитатель на веранду не зашла. После осмотра воспитатель Ирина Трубицина поднялась в группу, где ее ждали дети. Через пару минут шумная ватага выбежала на прогулку. Когда дети забежали на участок, она была не с детьми, а шла на соседнем участке по зеленой зоне. Ульяна забежала на веранду, вот этот пакет, коробочка, 10 на 15, она стояла в этом углу. По словам ребенка, как уже потом она говорит, что она ногой ее задела, пнула, и в это время раздался сильный хлопок. И вот полный павильон дыма, то есть я даже еще на свой участок не зашла, полный павильон дыма. Вот, и крик ребенка. То есть выбежала девочка, держась руками за глаза. Девочка, к счастью, взрыва не помнит. Ей было просто больно от того, что на ней горела одежда. В доли секунд к Ульяне подлетела чья-то мама и сорвала горящая платьица. Этого девочка уже не видела, она не могла открыть глаза. Это кран холодной воды, значит, куда ребенка поднесли воспитатели Ирина Николаевна и Надежда Ивановна. Здесь они промыли глаза ребенку. Первая мысль воспитателей – кто-то подбросил петарду. Но то, что осталось на месте взрыва, было мало на нее похоже. Лежали две батарейки, соединенные проводами с отводами. Лежала обертка где-то желто-оранжевого цвета, такая вот с изолентой заклеенная. И на скамейке лежал смайлик. Просто смайлик. Чудовищный смайлик чуть не лишил ребенка жизни. А ведь могли пострадать и другие дети. Для усиления поражающего действия в коробке были шурупы. Но план чьей-то жестокой игры провалился. Следствие выясняет, кому и зачем это было нужно. По горячим следам задержали несколько человек. Основным подозреваемым стал 26-летний безработный Андрей Батурин. Он тут же признался в том, что это его рук дело, только о причинах молчит до сих пор. Осенью прошлого года его уже задерживали по подозрению в минировании школ. Но тогда это были безвредные муляжи. Их же нашли у него дома. В итоге дело до суда так и не дошло. На этот раз он стал главным подозреваемым. Но позже экспертиза показала, над взрывчаткой работал профессионал. А на днях открылись новые обстоятельства, о которых следствие пока молчит. Если они подтвердятся, прежние версии могут оказаться несостоятельными. Так что поиски преступников продолжаются. В самом садике за это время уволили четверых сотрудников. Руководителя, сторожа, воспитателя и медсестру, которая опоздала с первой помощью. На 7 часов утра она должна выходить на работе, а она в этот день пришла в 7.30. Калитка, которую сторож открыл, когда пришел повар на работу в 5.30. И до 7 часов, уже когда шли воспитатели на работу, она была открыта. То есть можно было свободно проникнуть на территорию детского сада. Воспитатель за что уволена? За то, что дети в тот момент находились одни на участке. Полтора часа калитка была открыта. За это время на территорию можно было пронести все, что угодно. Из-за чьей-то халатности коробка в подарочной упаковке оказалась на территории сада. Под ногами пятилетний Ульяны Зезик. Врачам удалось совершить чудо. Девочки вернули стопроцентное зрение. А взрослые теперь извлекают новый урок и делают выводы. Вы видите, что учреждение ограждено деревянным забором. И, в принципе, как бы перелезть, конечно, сложности нет. Не для подростка, не для взрослого мужчины. На месте Ульяны мог оказаться любой ребенок в любом другом городе России. Полиция немедленно снарядила отряды комиссий, чтобы проверить боевую готовность всех детских учреждений страны. Прежде всего, конечно, для внимания это пропускному режиму, укрепленности, в частности, заборам, воротам, каким-то другим местам, где можно пройти на территорию детского сада. К сожалению, особенно в сельской местности есть дыры в заборах какие-то, то есть там, где можно пройти. В большинстве детских садов, там, где есть сторожевая охрана или вахтеры, конечно, вахтеры – это пожилые люди. Это тоже одна из проблем. Мы напросились в совместный рейд с полицией по Калужской области. Хотели своими глазами все увидеть. Собирались нагрянуть неожиданно. Итак, первый садик в Обнинске. Мы сейчас будем проводить внеплановое обследование в связи с последними событиями в Комсомольске-на-Амуре. 90% несанкционированных проникновений останавливает обыкновенный, хорошо построенный забор. Это высота не менее двух метров. Это вот этот забор. Это вот этот забор, да. Толщина прутка 15-20 миллиметров. Расстояние, чтобы не мог пролезть человек между прутками, не более 20 сантиметров. И ограждение охватывает полностью весь периметр. Здесь оказалось все в порядке не только с забором. Но и охрана выглядела внушительно. В дневное время здесь находится ведомственная охрана, под контролем которой находится территория помещения садика. В ночное время включается охранная сигнализация по периметру. В случае проникновения через окна двери, соответственно, поступает сигнал тревога охраннику на пост. Охранник уже может связаться с полицией для вызова наряда выяснения причин сработки сигнализации. Каким образом проходит попадание не тех, не родителей, а других посторонних лиц? Тогда приходит у нас сидит вахтер. Они нажимают домофон, открывает вахтер дверь, принимает этого посетителя, записывает паспортные данные, сообщает мне, кому он идет, с какой целью. Мы сначала было подумали, что случайно в такой удачный садик заехали. Но надо же, странное совпадение. Во втором тоже не оказалось никаких замечаний. Новый забор поставили еще два года назад, и проблем меньше стало. У нас был сетчатый забор, который такой низкий, очень низенький, метр двадцать, вот его спокойно перелезали через него. Вот у нас сейчас, видите, на верандах очень много пособий, игрушек. Мы их теперь не убираем целый день, украшения висят. А дети знают о том, что если что-то не увидели на площадке, не свою игрушку? Вот я вам сейчас говорю об этом. То есть в этой программе у нас все это прописано, что ни в коем случае самим подходить к этому предмету нельзя. А нужно сначала подойти к воспитателю и сказать, что у нас там появилась какая-то коробочка, или какая-то кукла новая появилась. После Обнинска поехали в Калугу с той же неожиданной проверкой. Но и тут нас встречали нарядные заведующие и воспитатели. Несмотря на теплый прием, пару замечаний все-таки нашли. Если обратить внимание на эту калитку, видите, очень большой прогал и проем. То есть любой ребенок, мне кажется, может через нее вылезти и пролезть. То есть надо этот вопрос проработать. По технической укрепленности и оснащению здания у вас отсутствует видеонаблюдение. Этот вопрос тоже надо прорабатывать, и чтобы вам будет самим легче контролировать своих детей. По поводу укрепленности дверей и запасных выходов. У вас стоит только одно запорное устройство. По идее, нужного два из сами двери у вас уже в таком немножко неважном состоянии. В другом садике не скрывали. С освещением просто беда. У нас освещена территория, я считаю, что не совсем достаточно, потому что она освещена не по периметру забора, а по периметру здания. А то, что вот эти столбы стоят, это... Недостаточно освещения. Но они горят, да? Да, они горят, но недостаточно. Как бы вот первый ряд веранта освещает, второй уже недостаточно. Говорят, ждут денег от города, чтобы исправить этот недостаток. Возможно, в течение полугода и получится, а пока надеются на охрану. Кстати, тут же мы предложили проверить и действия тревожной кнопки. Без двух минут два. Вам сказали в течение... Время реагирования, ну, где-то до пяти минут. Но уже через четыре минуты на территории показались вооруженные сотрудники вне ведомственной охраны. Все так четко и продумано. Без сучка и задоринки. Нигде не проникнешь незамеченным. Понятно, что к нашему приезду готовились, и нам в итоге показали лучшее. Но потемкинские сады не показатель. Поэтому выяснять, как на самом деле охраняют детей, мы отправились сами. Уже в Москве, безо всяких сопровождающих и каких-либо предупреждений. В первом же садике калитка оказалась открытой. Спокойно заходим, гуляем минут десять. За это время к нам никто не подошел. Позже мы все-таки нашли охранника и выяснили, почему так получилось. У нас камеры нет. Если бы камера была у меня, я нахожусь на своем рабочем месте. Если бы была она... А вы обход территории совершаете? Через часы два часа. Вот 12 часов совершал, все время сейчас все это само. Ну, я так часто совершаю. Как вы думаете, достаточно этого времени для того, чтобы... Конечно, недостаточно. Здесь главное, что нужно. Во-первых, надо камера, которую я видел хотя бы, что люди гуляют уже. Но в то же время я тоже не смогу, если физически не смогу, когда люди... Детский сад работает, увидеть все и вся. Один охранник на весь детский сад. Все, что могут позволить финансовые возможности заведующих. Одного человека достаточно вообще на охране детского садика? Вход тут, знаете, сколько лет? Раз тревожное, два тревожные ворота и вот этот вход. Как я охранник, я не смогу. Даже двое человек. А что сможет двое человек? Это надо, знаете, по идее, вот этот забор должен где-то 5 метров и загибается, чтобы... И он не такой забор должен, а из сетки. А тревожная кнопка есть у вас? Это обязательно. Это милиция через 2 секунды, потому что рядом с ним вот 10 находится. И по-насчет этого работает все безгорительно. Пожарная сигнализация есть. Но, что нету, вот в смысле это, я бы как бы охранник, если бы мы так к этому подходим. На уках нет так называемой сигнализации? Так. Вот это струковое. Чтобы окно разбили, я сразу должен быть сигнал. Но даже охранник со своим опытом так и не смог придумать, как же обеспечить абсолютную безопасность детей. Реально, вот, чтобы не было на комиссиональном море, я не вижу вот выхода. Не вижу. Это мы должны отгородиться от всех, мы должны быть где-то в поле. Наверное, после этого случая охрану садиков все-таки усилят. И, может быть, как обещают, до конца года установят везде камеры. Конечно, это все хорошо. Но, как в любой ситуации, важен и человеческий фактор. На технику надеемся. Но и людям надо усилить бдительность. Воспитателям, охранникам, родителям. Да и самим детям стоит объяснить. Незнакомые предметы могут быть опасны. И о них надо сразу говорить воспитателям. Кто знает, кому и что может прийти в голову.